Около 3000 тонн угля продали на угольном тупике по адресу Ленинградская 116, начиная с июля. Сейчас здесь ожидают еще несколько вагонов черного туплива. Ажиотажей и проблем с поставками нет. Здесь продают популярный на севере страны Каражаринский уголь. Цена – 17200 тенге за тонну. Это выше, чем в прошлом году. Поставщики подняли стоимость из-за увеличения тарифа на железнодорожные перевозки, говорят на тупике. Сейчас в день здесь продают по 300-400 тонн угля. «Хотелось бы, конечно, чтобы поактивнее, чтобы в холода и когда наступает заморозки, наступает ажиотаж, чтобы как-то его избежать. Потому что невозможно. Это тяжелая стрессовая ситуация и для нас, и для тех же самых жителей, и для перевозчиков тоже. Ну а пока тепло, пока уголь идет сухой в достаточном количестве. Хотелось бы, чтобы лучше закупали сейчас». Всего потребность Петропавловца в черном топливе составляет около 70 тысяч тонн. Горожане заготовили 10 тысяч. «На 25 июля имеется запас угля в объеме 2600 тонн. В том числе 1400 тонн – это майкубинского угля и 1200 тонн – шубаркутского угля. Это у нас в поселках рабочие тупики железнодорожные, в береге расположены. И в микроволене Жасуркен. Поэтому призываю население заранее заготавливать уголь, не ждя, получается, пока будут очереди. Потому что, как правило, у нас на сентябрь-октябрь месяц приходится пик продаж, и большие очереди образуются». Сейчас в пути 4000 тонн угля, которые поступят на Петропавловские тупики. 140 тысяч тонн топлива требуется для бюджетных учреждений области. На железнодорожные станции в районы поставлено 49 тысяч тонн угля или 35%. Потребность населения в предстоящий отопительный сезон составляет 419 тысяч тонн. Североказахстанцы заготовили только пятую часть от этого объема. Всего в области работают 32 угольных тупика. Четыре из них находятся в Петропавловске. Сейчас на тупиках всей области имеется запас угля в объеме 38 тысяч тонн.